Один миллиард долларов – такой инвестиционный бюджет очередного антинародного проекта строительства горнолыжного курорта в Кокжайляу. Национальный природный парк сейчас пытаются отвоевать простые казахстанцы. По узурпаторской схеме граждане решили ударить флешмобом и театральными постановками. Дагмар и Мелс пытались засудить за смелые высказывания. Сегодня у нас есть законы, достаточно. Можно национального парка строить такие сооружения, типа лыжных курортов и других курортов. Они сейчас хотят законодательно вывезти с национального парка эту территорию, чтобы захар распродать. Это самая простая их не затея. Национальный парк Кокжайляу – лакомый кусок для коррумпированных структур. Такие земли стоят миллионы долларов. Взять хотя бы большую часть территории вблизи Алматы. Там все давно застроено коттеджами, которые отгорожены неприступными заборами. Все это, нетрудно догадаться, принадлежит далеко не простому народу. Экозащитники уверены – подобная участь ожидает и Кокжайляу. Между прочим, бессменный вождь Назарбаев в начале года уже одобрил строительство этого горнолыжного курорта. По словам Елбасы, внутренний туризм в республике нужно развивать, прививая казахстанцам патриотизм и гордость за свою страну. Но, как обычно, лидер нации не посчитал нужным уточнить, что отдых на турбазе простым смертным будет не по карману. Они хотят сделать курорт, который по карману и вообще по предназначению ориентирован на представителей олигархического властного клана, которые могут себе позволить там отдыхать, приглашать себе подобных со всего мира. А, естественно, это будет не по карману простому народу. То, что Казахстан не для простого люда, всем давно понятно. Например, посещение горнолыжной базы Шамбулак обойдется минимум в 100 долларов на человека. Сегодня должны были пройти общественные слушания по проекту Кокжайляу, но их без указания причин перенесли на неделю. Кстати, судьбу национального парка будут рассматривать на той самой базе Шамбулак. Куда не так просто добраться? Очевидно, выбор площадки не случайен, ведь посетить собрание смогут далеко не все недовольные.